Всем привет! Я сейчас в Ракове, жду парня, оператора, с которым мы должны были поснимать примерку, но, к сожалению, подводит погода, поэтому, скорее всего, мы все будем снимать у меня дома. Муж обрадуется, когда я приеду с молодым человеком, но я предупредила, он знает, чем я занимаюсь, и по какому поводу мы, собственно, встречаемся с Давидом. Хотела вам показать, когда я где-то в городе, у меня нет времени перекусить, я покупаю что-то более-менее полезное. Не поддаюсь тому, чтобы съесть какой-то фастфуд, и иногда позволяю себе, но все-таки после чего-то такого я себя как-то легче чувствую, и, в принципе, мой желудок счастлив. Папа в сауне, а мы идем на прогулку и на мороженое, да, Заки? Зарка покажет, где купить мороженое. Игнат, мальчики наряжаются сами. Давай толкаю его, значит. Прикид, вообще огонь просто. У одного и у второго, ну, Захара еще окей, а Игната просто кокма. И попробуй забери хоть одну деталь. Может, это будущий фэшн-гуру, а я тут ничего не понимаю. Вот смотрите, если так густо посадить туи, и потом их постригать, то получается вот такой живой забор. Почему вы ругаетесь? Пойдем. Ну, так ты же едь за ним. Вот, еще садят разные растения. Вот это называется букшпан. Без понятия, как это по-русски. А вот еще что-то другое. Один добрый. Вот тоже кто-то туи посадил. Ну, я, у меня тут есть. Купили в магазине мороженое? А тут на две. Сидят деловые? Страшное дело. Захар, ты такой взрослый, ты знаешь, ты уже как такая миниатюрка взрослого человека. Уже все понимаю, считаю. Да, зайка? Какое у вас мороженое? У тебя все нет. Миньоны. Миньоны. Миньоны банановые. Банановые, да? Кушайте аккуратно. Пойдем на площадку еще. А я себе купила мороженое, которое когда-то мне показал Тома, как только я приехала сюда. Оно не везде продается. Коралл-производитель. Я на манике и лава укладываю аккуратно. Игнат, когда начал говорить, вообще не пересушиваешь. В общем, это ванильное мороженое. Внутри оно шоколадное. И еще там такой ликер, но оно вроде как без алкоголя. Яичный ликер. В Польше он называется адвокат. И очень прикольно. Если где-то увидите, то попробуйте. И когда покупаете вот это мороженое, то отдельно надо попросить палочку. То есть в комплекте нет. Я взяла две, потому что обычно кто-то из них помогает. Мне доесть из малышей. Так что посидим на ступенечках и пойдем дальше. Я же вам говорю. А еще забыла сказать, что мороженое с кокосовой стружкой. Вот Захарка выедает этот ликер. Да? Это просто какой-то беспредел. Ты не смейся, ты еще себя не видел. Вы страшные люди. Тихо, секретная съемка. У нас тут рядом с магазином постоянно пучкуются мужики. Покупают пиво и каждый вечер стоят и что-то там обсуждают. И вот когда я еду в Черниговскую область, Зар доедает мороженое. К моей бабушке в Лосиновку. Там то же самое происходит. Сахаршпион. Купила шлепанцы в Заре. Кстати, сразу в двух цветах. Они кожаные и совсем недорогие. Такие удобные. Я показала в инстаграме. Девчонки тоже писали. Не могла выбрать цвет. А девочки начали писать, что Оль очень удобная. Вообще все лето хожу. И они есть в разных-разных расцветках. И голубые. И какие-то такие горчичные. В общем, я взяла такие. И они то ли красные, то ли вишневые. Я еще даже не рассмотрела. Но точно оставлю две пары. В Заре купила. Идем. Мальчики хотят показать мне новую детскую площадку, которую они нашли с папой. Иди туда в кустике, папа. Оставь свою припарку. Это нормальная тема. Только выходишь из дому, начинается. Короче, проходили мы просто мимо жилых домов. И посмотрите, на что я наткнулась. Сейчас мальчики просто стоят и ждут, пока мама налюбуется. Что это такое? Посмотрите, это одно растение. Это вообще как? Я сначала подумала, что это ирисы. Но сейчас вообще даже не знаю. Вы у меня такие умницы, вы все знаете. Вы мне точно напишите. Захар, посмотри, разные цветочки на одном. Обалдеть. Просто. Вот так это выглядит. И они очень высокие. Я метр шестьдесят два. Я постоянно вам говорю, и они моего роста прям. Такие большие. Космос. Это космос какой-то. Смотрите, поляки не застекляют балконы. Как в новых постройках, так и в старых тоже. Это просто отреставрированный дом. Но я думаю, что он еще с коммунистических времен. Много цветочков у них. И еще я говорила вам тоже как-то или нет. Забыла. Я уже так давно веду свой канал. Ну, много новеньких есть. Поляки, как только вот становится тепло, они часто вешают постельное белье, чтобы оно проветрилось. И в этом что-то есть. Я сама попробовала так делать. И прям такой запах получается. Цветочки у всех. Ну, максимум, что это стирка. Или может велосипед стоять зимой. Так это зона отдыха. Никакой консервации на балконе и прочего. Можешь, конечно. Мальчики привели меня на тайную площадку. Захар и Игнат вместе, конечно. Нет, серьезно, я вообще не знала. Они тут с папой. У папы целый год свободного времени. Чем они только не занимались. Здесь огромная территория. Это типа как, не знаю, площадка для волейбола или для тенниса. Но сетки нет. Там беседка, в которой пустые бутылки из-под пива. Проходили лавочки, не стала снимать. Но там тоже сидели мужики и пили пиво. Здесь можно поиграть в баскетбол. Песочница, кстати, классно, что она с ограждением. Детки не будут разбегаться. В основном в песочнице сидят малютки. Очень здорово, что кто-то об этом подумал. Еще одна какая-то площадка. Ну, я тоже там ничего не видела. И сидят мужчины и женщины. Там лавочки такие со столиками. Тоже сидят, пьют пиво. Пятница как-никак. Захар, я тебя прошу, ничего там не сделай, пока я 30 секунд занята, что это снимаю. Только с песком, пожалуйста, мне не складывают. Насобирали желудей. Чтобы тут поехать на фарме. На ферму поедем? На фарме. И что будем делать? Давать то. Кому? Кому. Кому будем давать? Так. Кому хочешь давать? Зверушкам? Так. Я тиху. Девочки там заняли эту качель. Захары катаются. А качели для маленьких. Это не орех, Захар, это желуди. Это закончится плохо, я уже это чувствую. Загремит один или второй, всегда так. Вкус детства. Алыча, кто помнит? Мы её ели зелёной до определённого момента. Я думала, что за полночи я просто умру. Бабушка даже хотела скорую вызывать. После этого поедание зелёной лычи закончилось. Захар, что ты тянешь домой? Пойдём. Помните, Захарка когда-то был маленьким и тоже сидел так, пока я готовила. Завтрак. Сегодня у нас на завтрак панкейки. Очень давно, мама, ничего такого не делала. Не упади, только кроха. Уже не такой кроха, но всё равно. Это мамин. Пить мама даст пить. Никак не получается позавтракать на террасе. Всё мокрое, как обычно. Ночью была буря. И вот это зрелище, конечно. Просто убивает. Они вырастают с такой скоростью, девочки. Что делать с грибами? Это поганки. Дети дома. Я в прошлом влоге рассказывала. Я уже начала прикалываться. Говорю, Томак, может шампиньоны засадить или какие-то съедобные. И вообще, говорю, надо срочно ехать в Икеа, купить тебе корзинку грибника. Томак собирает их несколько раз в день. Поделитесь, пожалуйста, что делает с этой бедой. Наш садовник, который занимался изначально садом, и по всем вопросам мы обращаемся к нему. Он сейчас в отпуске. И вернётся только через несколько недель. Что делать? Спасайте нас, пожалуйста. Только что закончила монтировать. Сейчас начну загружать видео на YouTube, делать все ссылки, описания для вас. И так как я недавно говорила, что начала снимать примерку одежды с оператором, многие, наверное, недопоняли и начали думать, что я прям все видео снимаю с оператором, в том числе и ролика iHerb. Нет, я всё снимаю сама. Просто я купила новую программу для обработки. Наконец-то более-менее разобралась со своей камерой. И мне захотелось поиграться с монтажом, со съёмкой, со всякими такими интересными деталями. Это помогает мне немножко реализоваться, воплотить какие-то свои креативные идеи в жизнь. А вот и я. Я сегодня просто вообще капец. Вот. И я купила себе программу Final Cut Prof, которую уже давным-давно монтируют все уважающие себя и публику блогеры. Ну, то есть, просто раньше я монтировала в Sony Vegas, потом, когда мне муж подарил компьютер Mac, я перешла на iMovie и теперь вот, наконец-то, освоила хотя бы азы Final Cut Pro. И поэтому и картинка стала другой, и всё остальное. Так что, кто переживал, что я изменилась, ещё что-то там, просто для меня это часть какой-то такой креативной деятельности. И вот эта программа, и всё остальное, помогают моей чуть-чуть творческой натуре немножко реализоваться. Так что не переживайте, до сих пор всем заведую и управляю я. Только иногда будем снимать примерку одежды, когда мне этого захочется. Если мне будет лень или, ну не знаю, что-то будет мешать, то всё будет как раньше. Такие пироги. Пока малыши играют во дворе, я тут делаю небольшую осеннюю реорганизацию. Сменила наволочки в подушках. Сейчас покажу вам. И вот так всё выглядит по ту сторону экрана. У меня не какая-то супер навороченная камера, она абсолютно бюджетная, но она всё-таки требует дополнительного освещения. Я обычно закрываю все окна и пользуюсь только этим светом. Здесь у меня стоит вешалка и некоторые покупки, которые я совершила во время распродажи. Что-то из новых коллекций ещё буду развешивать. И планирую снять для вас видео с покупками на осень, так как лето уже не особо актуально. И вы спрашивали, откуда у меня вот эти вот красивые подушечки. Я покупала эти наволочки в магазине Юск, по-моему. Вот там для дома иногда что-то классное можно найти. И сейчас в Икеа купила вот такую наволочку. Она прям дышит осенью, как мне кажется. И ещё хочется докупить велюровую, такую зелёную, чтобы как-то немножко сменить фон для вас. А, вот моя камера. Я хотела бы её сменить. Ну, Panasonic Lumix для тех, кто хочет начать. Классная вещица, вы знаете. Она даёт довольно неплохую картинку. Её можно подключить к телефону и управлять фокусом на расстоянии. Поэтому иногда в примерке, когда я снимаю сама, вы видите, что я с телефоном. Или типа сидела, потом ушла, телефон остался. Забыла. Это всё, потому что телефон постоянно со мной. Мак прислали мне как-то огромную посылку. И вот не хочется жаловаться, но девчонки, гляньте. Это целая коллекция с вот такими оттенками помад. Они стойкие, металлические. И куда? Куда это? Ну, мама написала, что у неё заканчиваются её любимые цвета помад MAC. У нас можно обменять 6 штучек на новую помаду из классической коллекции, что я, собственно говоря, и сделаю. Спасибо, конечно, но я не креативный, знаете, визажист. И я таким пользоваться просто не могу, не умею. Так что... Ну, даже подарить некому. Видите, такие сумасшедшие цвета. Вот эта подушечка у меня из Америки. Я её заказывала и думала, что будет одна наволочка на Nordstrom в Outlet. В общем, покупала. А вот эту наволочку мне подарила моя подружка. У меня их две. И иногда я их перекладываю, переставляю. Что-то там в зале остаётся, что-то здесь. Малыши убили подушки в зале. Так что у меня теперь новая задача. Как видите? Новые наволочки на подушке в зале. Такие дела. Что у тебя? Там же вот ходки, вот эти тут. А, ступенечки тут? Будут такие, хоть на голень. Нет. Там тут будет... Молодчинка. Так ты всё рассказал. Шпарю по-польски скажи. И мы как-то там говорили, что поедём к бабушке. Он говорит, я не умею говорить по-бабушкиному. Ну, то есть по-русски или по-украински. И, девчонки, некуда мне поставить камеру. Расскажу вам. В общем, мы оформили деток в лагерь. Игнашка тут будет что-то рассказывать на фоне. По-другому сейчас не получается. Я даже пошла и специально взяла листовку, чтобы рассказать вам, какая у них программа. И вот этот детский... Да, не переслушаешь. И вот этот лагерь в Кракове называется Аникино. И туда не надо записывать детей слишком заранее. Кстати, если записать ребёнка в среду, то можно получить скидку в размере 10 евро. И вот, например, там у них будет несколько дней, посвящённых болливудским приключениям. Сначала они поедут в фабрику шоколада, дальше в кино. И у них будут такие своеобразные курсы, посвящённые тому, как создаются фильмы. Вот. Дальше у них какой-то праздник тут будет, фестиваль цветов, болливудское производство Аникино. То есть они будут создавать собственный клип. Болливуд, ну, знаете, да, что это такое. Дальше у них будет поездка в бассейн, фарк какой-то. Ну, и разные конкурсы такое. В общем, и в четверг можно даже оставить ребёнка на ночь. Сахара сказала, что он не хочет, мы не будем его заставлять. Но просто очень прикольно. У неё здесь и путешествие в Японию. Тут вот вижу, что они поедут в музей японской техники и искусства. Это манга, тоже в Кракове я там была. Будут искать в городе покемонов и поедут ещё и в аэропорт. Что они там будут делать? Будут изучать японский стиль, модный показ и фотосессия тоже, снова в бассейн. Ну, в общем, много всякого разного. Это не дешёвое удовольствие. Получается дороже, чем детский сад, но чем-то надо занимать детей. Я вам говорила, что мы собираемся в отпуск. Сейчас немножко всё изменилось, так как мой муж должен поехать за границу на несколько дней. И теперь у нас так где-то в середине месяца другие планы. Посмотрим, что изменится и что мы там будем делать дальше. Девчонки, ещё хотела сказать вот что. Некоторые из вас заметили, что я немножко схуднула. Это действительно так. И вы просили меня рассказать, что к чему и зачем. Ну, не все, конечно. Если вам интересно, то останьтесь на несколько минут. Блин, так жарко, что вообще другая прическа невозможна. Захарка, привет. Привет. Это моё. Твоя лодка, красивая лодка. У тебя полицейская или какая? Да, 911 написано. Видишь? Морские полицейские. На самом деле ничего особо не изменилось, кроме того, что я вообще перестала есть какие-либо каши, картофель. Не могу сказать, что я как-то больше ограничила сладкое, просто так жарко, что не хочется есть. И максимум, что я себе позволяю, это мороженое. Раз в несколько дней очень много фруктов, овощей ем и стала употреблять поменьше порции. И я как-то не рассчитывала на то, что я похудею. Просто решила попробовать не есть какие-то продукты. И результат не заставил себя ждать. Я иногда ем какие-то макароны, но довольно редко, может, раз в несколько недель. И вот, знаете, при моей комплекции там полтора килограмма или даже один килограмм сразу заметен. Как в одну, так и в другую сторону. Если чуть поправлюсь, то и я это вижу, и вы замечаете. Ну, а, конечно, чуть-чуть занимаюсь спортом. Сейчас мне нельзя бегать на протяжении нескольких дней. Ну, я так раз в недельку иногда что-то там бегала. Я продолжаю заниматься с Катей. Я считаю, что ее программа приносит результаты. Я не слишком часто выставляю какие-то свои фотографии. Ну, не знаю, не люблю я такое. В Инстаграме всегда много каких-то комментариев, знаете, и хороших, и плохих. И кто-то считает, что это хвастовство и самолюбование. Могу вставить вам фотографию, которую сделала для себя, чтобы вы тоже имели представление, как я сейчас выгляжу и что изменилось. Так как пока что, наверное, я не готова дефилировать видео без одежды. И еще один момент, который я хотела бы озвучить, так как некоторые могли начать переживать, что я хочу превратить свой канал в какую-то профессиональную платформу. Это абсолютно не так. Я до сих пор отвечаю сама за все то, что появляется на моем канале. Все описания миниатюрных видео до сих пор все делаю я. И, конечно же, снимаю я сама. Кто-то думал, что муж помогал мне при съемке видео. Такое было раза два, наверное, за все время существования канала. Ну, то есть он постоял с растативом, посмотрел, есть ли фокус. И вот когда вы видите, например, мою собиралку, и где я там моюсь в душу, вы себе даже не представляете, как я это все снимаю. Девчонки-блогеры сейчас, скорее всего, тоже улыбаются по ту сторону экрана. Ну, мне кажется, что если у кого-то нет желания помогать, то заставлять в таких случаях абсолютно не стоит, так как ничего хорошего из этого не получится. Съемки видео, все эти блога, какие-то штуки, это абсолютно не его. Я не хочу его так прям насильно привлекать. И я как-то заихнулась, что хотелось бы снять видео о планировании бюджета. Он сказал, да, давайте, давайте. Давай, в смысле, я и он. Мы расскажем о том, как мы планируем наш бюджет, поездки, разные там более глобальные затраты и все остальное. У нас есть специальный клик, файл в программе Excel, где мы все приблизительно рассчитываем, чтобы не тратить больше, чтобы посмотреть, что мы можем себе позволить в будущем, какие затраты нас ждут каждый месяц. В общем, если вы за такое видео, то поддержите меня пальцем вверх. Я потом покажу Томаку, что девчонки хотят. И я буду очень сильно его просить сделать такое видео в ближайшем будущем, так как даже для меня это какая-то черная магия, я и финансы, и все, что связано с такими вот точными какими-то там цифрами, это катастрофа. Поэтому то, что он придумал много лет тому назад, работает в случае семьи и очень сильно нам помогает в планировании бюджета. И бюджета, пока что он один, и не собирается приумножаться. И, девчонки, еще обязательно вы просили меня снять влог на тему ошибок ремонта. Я это делаю в ближайшее время, их не так много, тоже объясню почему. Надеюсь, что вам будет актуально. И еще покажу организацию нашей кладовой, так как давно обещаю вам. Все, всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.